Друзья, приветствую всех! Сегодня у нас будет благотворительность. В последнее время я очень редко напрямую занимаюсь благотворительностью, этим занимается моя команда, но сегодня необычная благотворительность. Это, можно сказать, своего рода отчет. Отчет для ребят из моего VIP-канала, ну и, конечно же, это мотивация для всех. У нас есть VIP-канал. Вход стоит 333 доллара. И вот деньги с продаж, все деньги с продаж я решил направить на благотворительность. Таким образом, вот и ребята, можно сказать, присоединились. Вот этот пост. Я сделал опрос в VIP-канале, и вот все проголосовали, что направим деньги на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Получилось собрать 5000 долларов. И изначально я думал, что мы все эти деньги потратим на лекарства, на оборудование. Но, по сути, это не такие-то и большие деньги, да. Немногим можно помочь такими деньгами. И когда вот мы начали искать клинику, оказалось, что у нас все настолько, ребята, шикарно. Во всех клиниках все есть. Клиники полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами. Есть все необходимое оборудование. Вот. И поэтому я решил вернуться к моей концепции, к благотворительности эмоций. Будем исполнять детям мечты. Потому что самая крутая благотворительность – это персональная благотворительность, да. Это персонально. Каждому ребенку ты делаешь приятное, исполняешь мечту каждого ребенка. Потому что вы знаете, что я не люблю вот давать деньги в какой-то фонд, на какой-то ремонт. И непонятно, куда эти деньги пойдут. Самая лучшая благотворительность – это персональная. Как мы всегда делали, мы берем конверты, берем листики и каждому вручаем этот листик. И человек пишет свою мечту просто во всех подробностях. Во всех подробностях, если он там мечтает о какой-то там машинке, он марку знает. Он все знает. Дети на самом деле реально знают, чего они хотят. Не так, как взрослые. Я хочу там много денег. Он пишет там синий цвет. Все, все, короче. Он прописывает марку, даже где можно купить. Просто дети уже за этим следят. Дети реально об этом мечтают и знают о своей мечте. Все во всех подробностях. Вот. И человек, получается, не стесняется, да. Ребенок не стесняется. Мы ему даем конверт. Он сам себе пишет, запечатывает. Это никто не видит. Видим это только мы. Он подписывает там свое имя, возраст. Все описывает. И мы потом идем с этими списками в торговый центр и полностью все покупаем. Вот такая моя концепция. Теперь по поводу моих убеждений. Тысячу раз я уже повторял. Я считаю, что о благотворительности нужно говорить. Об этом нужно кричать. Ее нужно показывать. Для чего? Чтобы подавать людям пример. Чтобы мотивировать людей. Когда я снял видео в супермаркете, когда я бабушкам оплачивал покупки, многие люди мне писали, блин, Тарас, крутая идея. Я тоже стоял в очереди, вдохновился твоим видео в супермаркете, увидел бабушку и подошел и оплатил покупки. Вот для чего все это делается. Представляете, если бы каждый блогер, каждый нормальный адекватный блогер тоже это все показывал, снимал. Как бы он вдохновлял своих подписчиков. Как бы он их мотивировал. И такими действиями мы реально сможем сделать этот мир немного лучше. Потому что очень многие говорят, вот благотворительность нужно делать втихую, чтобы никто не знал, зачем об этом говорить. Ребята, я категорически с этим не согласен. О благотворительности нужно говорить, нужно мотивировать людей, нужно показывать пример. Втихую, блин, делаются какие-то черные дела. Черные дела делаются втихую. Я хочу изменить мир. Вы знаете, что моя философия, да, изменить мир. Я уже меняю мир, да, когда человек говорит, что спасибо, Тарас, я изменил жизнь благодаря, там, твоим видео. Я уже меняю мир. Если ты изменишь одного человека, ты уже изменил мир. И вот если я хочу изменить мир, мне же нужно мотивировать людей, мне же нужно показывать пример, как я могу изменить мир, если о каких-то моих действиях никто не узнает. Как я могу менять мир? Как я могу подавать пример людям, чтобы люди это подхватывали и переносили мою философию дальше, если об этом никто не будет знать, если я буду сидеть и молчать. Я так ни хрена не изменю. Поэтому рассказывайте о благотворительности, показывайте ее. Вообще, по поводу заниматься благотворительностью или не заниматься, это, конечно же, личный выбор каждого. Но я вот услышал одну такую крутую фразу какого-то миллиардера, уже не помню имя, он сказал. Вернее, это не он сказал. Это его мама сказала, и он это процитировал. Дает не тот, кто может, а тот, кто хочет. И вот если люди не занимались благотворительностью, когда у них не было денег, они не будут заниматься ею, когда у них появятся деньги. Дело не в деньгах, дело в твоем хотении. Я занимался благотворительностью, когда был на нуле. Когда вот у меня двадцатка в кармане, и вот у меня выбор, помочь бабушке или поехать домой на такси. Я помог бабушке и пошел домой пешком. Вот, вот выбор. Не нужно много денег. Не нужно много денег, чтобы помочь бабушке купить ей там буханку хлеба и масла, и яйца. Не нужно много денег на это. Каждый может делать добрые поступки. Каждый, каждый. Короче, это все, что я хотел сказать вначале. Хотел донести вам свою философию. Сейчас будем выгружать подарки. Ребята реально запарились. Ездили, блин, по всему Киеву. Искали эти подарки. Знаете, когда ребенок там заказывает какое-то платье, вот, которого, блин, нигде нет. Какого-то там определенного цвета. И вот они ездили по всем складам. То оно в Одессе, то оно вообще не в Украине. И вот мы нашли его на каком-то складе. И жена поехала на этот склад. Забрала. Короче, все мечты исполнили. Все мечты исполнили. И сейчас идем вручать детям подарки. Кстати, я вам не рассказывал о нашем пополнении в семье. Порш Макан. Смотрите, какой красавец. Какие диски. Ну что там? Собираем подарочки. Да, все четко. Рассортировали одной группой, теперь другой. Четко. И еще одну. Кинулся. Самое интересное, это вторая группа. Ох, нифига, я даже не видел. Два мерсика. А это второй группе. Все красиво по пакетикам разложим, чтобы все красиво выглядело. Девочки, кстати, лучше мечтают, чем мальчики. Красивее. Да. Мальчики сильно скромные. Ну, пацаны, что им нужно? Машина? Телефон, робот и все. Робот. Я тоже мечтал о такой теме. Так, вот о чем мечтают современные дети, да? Смотрите, у нас такого не было. Это все? Да, это один из двух. Один фланшетик. А робот и все? Робот там тоже в отдельный пакет. Так, сейчас мы пойдем в первую группу, да? В первую группу дети могут выйти к нам, да? Да. А во второй не могут. Во второй они подключены к аппарату. А, они на лечение, ребята. Так. Дальше у нас планшет с симкой. Что ты включишь? Телефоны, да, заказывали? Угу. Я о велике мечтала. Да, мы раньше мечтали о велике, о роботе. О роликах. Так, давайте я вам покажу все подарки. Какие в основном подарки дети заказывали? Мальчики, планшеты, телефоны, технику всякую. Технику, да, пацаны любят? А девочки, вот, вот такое всякое. Панячки. Пони, принцессы. Макияж. Макияж, забрёжки. А это что такое? Это аниме. Платье. Аниме, а что здесь? Какие-то рандомные игрушки внутри. Чётко. Ну, а это сюрприз. Оставим ребёнку. Тролики, велики, батут огромный был. Целый батут. Также, ребята, смотрите, вот. Вчера покупали платье, и нам тоже, мы сказали, что мы к деткам едем, и нам дали такую коробочку. Чисто бесплатно, просто, да? Да, разные игрушки раздать детям. Прикольно. Они собирают сами, но будут зрительности. Дали нам передать. Даже магазин нам помог. Смотрите, ребята, велик даже заказали. Не, ну это чёткий подарок. Велик это всем подарком подарок. Батут. Ну, мы просто не откроем его, но он огромный. Девочки, не срок, если вы делаете по два, по три пакета. О, вот это платье, да? Да нет. Вот ещё, ребята, крутые подарки, ролики. Как этот называется? Пенниборд. Как? Пенниборд. Пенниборд. Да. Ну что, начинаем дарить. Первая, кто у нас? Маргарита. Маргаритка, 8 лет. Пожалуйста, играйте. Спасибо. Покажешь нам потом, что там? Каринка, 7 лет. Карина. Где Карина? Лиза. Привет. 4 года. Так, Лиза, 4 года, батут. Вот, смотри, он больше, тебя даже. Что сказать надо? Спасибо. Вот улечка. Василиса. Где Василиса? Привет. СМ Амина. 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 Амин. Алим, привет. Да, это мой подарок. Держи. Все. Так, нам Данил присоединился. Здорово. 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 Данил, поздравишь? Варе 4 года. Варе 4 года. Скажешь спасибо. Она только недавно начала говорить, поэтому спасибо. Так, где Милана? И велосипед. Да, Милана. И велосипед. Велосипед. Если можно, прям на круте где вы сидели. Ассанка. 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 Это тебе это. Мы спортивные. Да. У тебя там спортивные подарки. Да. Все, быть радостным. Так. Мартам, асаблевель, водорослый, надбок. Дуже патимен. Что там, покажи. А, наушники? Да. Сходи. Сходи, здорово. Светлана, что ты подаришь? Ой, смотри, ты подаришь. Что надо сказать? Спасибо. Все, давай. Счастливым. Это Денис, да? Да. Да? Можете попробовать посадить? Вот. Тут музыку можно наветь вмикнуть. Вы, друзья, вы подарили, но вы, друзья. Ну да, все, пробуем? Две. Не боишься? Нет. Хорошо, давай. Ты серьезно. Друг, друг, друг. Ана. Давай, поддаем? Наушники Сони, я что я так делаю? Спасибо большое Тарасу с канала Инсталли и его команде за то, что исполнили мою мечту. Вот это да, доброты. Ты счастлив? Да. У него есть крюч такие. Такий крюч, посмотри. Я вижу, да, здорово. Я хочу, чтобы он очень подоенок. Спасибо вам большое. Спасибо за эти эмоции детские. И вам спасибо. Ребятки, мы вас были очень рады видеть. Очень рады видеть ваши улыбки, хоть мы все и в масочках сейчас. Но мы по глазкам видим, что вы счастливы. Будьте дальше счастливы каждый день. Спасибо вам большое за это большое дело, за эмоции детские. Желаем вам всего самого лучшего. Спасибо большое. Итак, друзья, только что подарили подарки второй группе, да? Да. Там дети были на лечении, поэтому мы подарили подарки родителям. Некоторые дети смогли поприсутствовать. Ну что, ребята, какие впечатления? Я очень рад. Скажи, что рад, что ты меня пригласил на это благотворительный праздник. Ну, ты поучаствовал? Да, я получил очень большие эмоции. То есть я хочу сказать, ребята, что делитесь, отдавайте больше, и тогда в вашу жизнь будет приходить что-то хорошее. Да, я продолжу доносить свою концепцию, что об этом нужно рассказывать, чтобы показывать пример. Показывать пример – это нужно показывать, об этом нужно говорить, чтобы мотивировать людей. Сейчас вы увидели вот такую большую благотворительность, где много денег ложено, много сил. Но не забывайте то, что даже 100 гривен бабушке, которая в переходе петрушку продает, тоже это благотворительность. Когда вы купите у нее петрушку? Она же не от доброй жизни ее продает. Это сделать тяжело, благотворительность, организовать все, поехать, закупить. Но это такая любовь, где ты не ждешь ничего в ответ, и ты просто даришь, и тебе от этого уже хорошо. Вот так проявляешь свою любовь к миру вообще, к людям. Ну, и делаешь, я уже говорил, делаешь это персонально, вот ты делаешь приятно каждому ребенку. Я уже говорил, ты не скидываешь деньги там на фонд какой-то, гинул, да, и все, и забыл. И ну, что ты от этого получишь, да? Я уже говорил, что благотворительность – это в первую очередь для тебя, да? Ты сделай приятно, и ты можешь нести людям радость, если ты сам, да, ты сам счастлив, ты можешь только так нести людям счастье. Транслировать. Да, если ты сам счастлив, ты можешь делиться счастьем, потому что есть такие люди, которые говорят, вот, я не могу быть счастливым, но я зато буду отдавать счастье другим. Ты не можешь отдавать другим, если ты сам не счастлив. Говорят, что вот не могут заниматься благотворительностью, потому что там не хватает времени или не хватает ресурсов, но хотелось донести, что каждый из нас может заниматься благотворительностью, начинать из мелких шагов и нести в этот мир больше ценностей, и тогда со временем у вас будут больше возможностей. То есть если у вас сейчас мало возможностей, вы транслируете что-то позитивное, хорошее, занимаетесь благотворительностью, то есть со временем вам вселенная даст какие-то больше возможностей для того, чтобы вы могли развиваться и нести ценности еще больше в этот мир. Да, чем больше отдаешь, тем больше получаешь, ну, этот принцип. Дополню еще Даню, потому что я хоть и сам не скидывался на весь этот проект, но моя благотворительность, я скидывался энергией и временем. То есть можно не только деньгами помогать, можно помогать своими усилиями. Да, кстати, это круто. То есть если у тебя нету каких-то ресурсов, ты отдаешь энергию, время. Да, ты тратишь свое время на это. Также мы хотели выразить благодарность всем. Я хочу выразить благодарность своей команде, что они помогли моей жене, Асе. Вот они уже уехали, вот. Но много ребят помогало собирать подарки, вот. Также я хочу поблагодарить ребят с VIP-канала. Спасибо, что присоединились, вот. Данил присоединился, вот. Можно сказать, мы вместе, да, подарили добро. Также поблагодарим родителей. Да. Родителей, врачей, что нам помогали. Желаем вам всего самого наилучшего, счастья. Что скажете? Спасибо, что помогли сделать ваших детей счастливыми. И огромная благодарность врачам, потому что они подарили детям. Самый главный подарок – это здоровье. Также хочу обратиться к родителям, потому что некоторые родители, знаете, так скептически относятся к блогерам, думают, что блогеры – это какие-то там отбитые, обезбашенные, снимают всякую дичь. Есть и нормальные блогеры, есть куча крутых блогеров, которые несут пользу, позитив. У них, конечно же, не такие просмотры, да, как у популярных там всяких отбитых блогеров, но я считаю, что нужно вот вместе смотреть такой контент и показывать ребенку другую сторону. Правильный пример. Да, показывать другие примеры, вот. Ну, смотреть это вместе с ребенком, чтобы он… Прививать ему это. Прививать ему вот это вот, да, чтобы он там сам втихаря не смотрел какую-то дичь. Короче, ребята, что еще хотел сказать? Если вы даже не занимались благотворительностью, просто попробуйте, просто попробуйте, вы увидите, как вам станет хорошо на душе, у вас появится энергия от улыбок детей. Это очень приятно, ты получаешь много позитивных эмоций, на душе становится теплее. Короче, попробуйте, несите добро. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставьте ему лайк. Всех люблю, целую. Пока. 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 Редактор субтитров. А субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова